Привет! Это Риборн! У Дорика наконец-таки вышел новый видосик, который называется Cyberpunk 2077 мультобзор. Если честно, я у него люблю больше такие сценарные ролики, где он нам рассказывает про жизнь с юмором. Вот такие видосы мне у него очень нравятся, мультобзоры как-то чуть-чуть поменьше. Ну давайте посмотрим, давно его не смотрели, поэтому я думаю и вы соскучились, я тоже соскучился и погнали. А да, кстати, друзья, у меня на втором канале вышла распаковочка книжная, так что можете зайти и посмотреть, ссылочка на канал будет в описании. И на канале с летсплеями вышел первый летсплей, ссылочка будет тоже в описании. Ну и погнали смотреть. Вы, наверное, хотите спросить, Добряк, какого хрена? Игра вышла уже месяц назад. Уже? Типа, игра-то как бы длинная, надо, наверное, пройти сначала, потом обзор написать, потом нарисовать, так что, типа, нет, я такого даже не хотел спрашивать. Можно даже сказать, аж в прошлом году, но ты сделал обзор только сейчас, тогда, все верно. Я очень ждал эту игру, это была, наверное, самая ожидаемая мною игра, возможно, даже сильнее, чем Ведьмак 3 в свое время. Коллекционку я предзаказал аж в первой половине прошлого года, там, к слову, была версия для мыльницы номер 4. Но я изначально понимал, что буду играть на царском ПК, так как прокачать скилл нормально целится на джойстике. Да ладно скилл, пофигу на скилл, его можно, наверное, как-нибудь все-таки прокачать, хотя я так до сих пор и не умею целиться на джойстике. Самое главное то, что на плойке 4 игра просто жестко лагала. Мне не хватило очков опыта. Но почему же я так долго тянул с обзором? Да, все банально. Когда я зашел в игру, мне в лицо сразу же камшотнулось столько багов, что играть просто не хотелось. Но потом вышел первый патч, который полностью исправил игру. Но он вышел всего лишь 2 дня назад, через 2 дня точнее, и типа, из-за 2 дней у тебя так долго выходил обзор. Да так, что после патча она у меня просто перестала запускаться. Спасибо, CD Projekt, за то, что решили за меня, что играть в киберпанк пока не стоит. Потом, правда, эту проблему пофиксили, но осадочек остался. Был, конечно, вариант начать играть на PlayStation 4, но там игра выглядела слишком превосходно. Что это такое? А что за игра вообще такая? Что это такое? Что это такое? Нифига себе он порхал. Снова удара. Ты что это за игра? Я не понимаю. Поэтому я просто забил и вернулся в киберпанк уже в этом году. В надежде, что часть багов пофиксят. Да хотя бы, чтобы она просто запустилась. Ну, в принципе. Не знаю, я играл в неё почти сразу, наверное, после выхода. Чуть-чуть, правда, да? И у меня багов вообще никаких не было. Вот вообще ни одного бага. Всё так и вышло. И в киберпанк я наиграл уже аж каких-то баснословных 102 часа. Ну, понятно, почему у него не было новых роликов. 102 часа в киберпанке провёл. Я прошёл все основные и почти все дополнительные квесты. Кроме тех, которые оказались непроходимы из-за багов. Или просто дрочилини в стиле Юбисофт. По типу. Убей, зачистя ванпосты, принеси, подай. Ну и, конечно, гениальные квесты. Купить 256 миллиардов машин. Вообще не понимаю, для кого это сделано. Потому что, не покупая ни одного автомобиля, в моём автопарке уже накопилось 6 колёсных поджопников. Просто выполняя побочки и двигаясь по сюжету. Единственное, чего мне не хватало, это именно какой-нибудь боевой машины. Типа танка. Чтобы расхреначивать аванпосты, оставаясь за баранкой. Ну как хорошо. Так, реклама, давайте перемотаем. Можно было догадаться, когда он сказал про танки, что будет реклама World of Tanks. Теперь немного о сюжете. Это главное, что спасает игру. Он не банальный и рассматривает довольно интересную тему. О человечности, искусственного интеллекта, цифровом бессмертии и как могут ужиться две личности в одном теле. Расскажу завязку. После выбора типа и размера гениталий, а также цвета... Это самое главное в игре, конечно. ...то интимной прически, мы вольны выбирать, где начать нашу историю. Уличный бич, офисный планктон или деревенский сыч. Лично я выбрал менеджера среднего звена. Я, по-моему, уличного бича выбрал, да? Так как думал, что смогу отыгрывать социалку и проходить большинство квестов силой ораторского мастерства. На самом деле, игра ложит на это всё кибернетический болт. И ваша предыстория влияет на мир чуть меньше, чем... Никак. Через 20 минут все три путя вольются в одну прямую сюжетную струю. А, вот как понял. Значит, только начало там разное. Хорошо. Дальше ваше происхождение будет только редко напоминать о себе в специальных строчках диалога, которые вообще ни на что не влияют. Вы всё равно станете наёмником Ви, живущим в Найт-Сити и изо всех сил пытающимся вместе со своим другом Мордоворотом Джеки взойти на пьедестал славы и стать легендой среди других таких же опиздолов-фрилансеров. То, что происходит дальше, рассказывать не хочу, потому... И лучше не надо, я хочу ещё, может быть, в игру поиграть и пройти её как-нибудь через 10. Я уверен, что киберпанк прошли далеко не все, но именно история и второстепенные миссии, сделанные с душой, заставили пересилить себя, погрузиться в этот мир и наиграть так много. Чего стоит только мужик с поломанным членом, газировочный автомат-психолог или говорящий пистолет с киппи. Некоторые ситуации... Чё за сосиска? ...и вовсе бросали меня в дикий ржач. Например, в интим-клубе на выбор были мужчина и женщина. Но я забыл, кого из них как зовут, и когда на выбор предложили с кем уединиться... Я так понял, ты взял мужика, да? Ангел или Скай? Блин! Ну Скай-то девушка, наверное, всё-таки. Я забыл, кто из них кто. Эх, была-не была, выбираю Ангел. Ну и так понятно, блин, то, что Скай это женское имя, а Ангел может быть и женщина, и мужик. Больше мужик. Даже в Марвел есть Ангел. Пересилт. Правильно? Я Ангел. Бля-а-а! Не-не-не-не-не-не-не-не! Вы чё, какой нафиг мужик? Выпустите! Так-так, я могу сказать стоп-слово. Хотя-а-а... Блин, я уже заплатил. Так что ладно. Фу, господи. Блин. И такое в игре случалось постоянно. Когда мне сказали постучать в дверь четыре раза, я постучал три и... Тут же взорвался. Также погружению в игру очень способствовал город. Вообще, окружение всей игры это одновременно и главный плюс, но также и минус. Когда впервые смотришь вокруг на всю эту проработку и дизайн мира будущего, Вау-эффект не заставляет себя ждать. В него реально веришь. Но поиграв пару часов, ты понимаешь... Пару сотен, да? ...что это просто красивая декорация. Так, ну а чё, разве это не так должно работать? Ну, естественно, красивая декорация. Модели поведения... Ой, господи. ...кран можно сосчитать на пальцах одной ноги. Искусственный интеллект в игре просто отсутствует. Как бы это парадоксально не звучало. В игре, блядь, про кибербудущее и искусственный интеллект. Полицейские вообще не пытаются тебя поймать. Враги то и дело страдают последней стадии деменции. Ну не знаю, я вот что-то играл. У меня, видимо, были они не настолько тупые. Ну тупые! Ну не настолько тупые. ...бочкой в виде катаракты. Но и напарники главного героя тоже не отстают. Их кретинизм и застревание на одной точке частенько ломает игру. Из-за чего приходится постоянно перезагружаться на последний чекпоинт. А на битвы с боссами вместо эпичной боевой темы по праву можно ставить музыку Бенни Хилла или деревню дураков. Вот просто гляньте. Я играю на тяжелом уровне сложности. И этот мини-босс, по идее, должен убивать меня с двух ударов. Но нет! Что это? Ящик! Это же самый коварный криптонит для каждого кибер-психопата. Он будет перепрыгивать через него раз за разом до посинения, пока я безнаказанно превращаю его в сашими. Вместо того, чтобы просто меня бить. Ну идиоты. Или вот, уже полноценный босс. Эта битва не на жизнь, а на смерть. Бравый вояка, которого я неистово зажал в углу, словно спортсмен-ботаника в школьном толчке, просто не знает, что на это ответить. И покорно принимает все тачки моим перышком. Очень сложный бой. Прямо битва века. Настоящий хардкор. Ну и на этой ноте переходим к геймплею. Как я и говорил, сначала я хотел отыграть суперумного социальщика. Но оказалось, что в игре этого сделать нельзя. Поэтому навык интеллекта качать практически бесполезно. Далее я решил, что пройду все... Все это будет мне подсказкой, спасибо. ...игру за такого бесшумного шиноби по стелсу. Ненавижу стелс, я наоборот бегу вперед и мочу всех, кого вижу. То тоже оказалось сделать нельзя. Вернее можно, но далеко не на всех миссиях. Иногда по скрипту просто включается всеобщая тревога. И все враги сразу же знают, где ты находишься. А иногда и вовсе игра устраивает бурю в стакане против нескольких противников. Что автоматически наделяет твой билд стелсовика боеспособностью мокрицы. Поэтому буду прокачивать силу. Да и сам навык скрытности качать не имеет смысла. По тем же причинам, описанным выше. Враги страдают слепотой, в упор тебя не видят. Ты можешь даже не красться вообще, а подбежать и выполнить на бедолаге гачи захват. Кроме качков. Потому что оказывается, чтобы душить... У него шеи-то нет. ...бройлерных дилдобилдеров нужно иметь не прокачанный стелс, а серьезно прокачанную силу. Ну это понятно, блин. И шею качку надо бы тоже заиметь. Кто бы мог подумать? Ближний бой в игре тоже оказался спорным. На высоких уровнях сложности, пока ты добежишь вплотную до желанной поножовщины... У тебя не останется жизнью? ...бя нашпигуют таким количеством маслин, что заветная самурайская дуэль рискует не состояться. В итоге самыми полезными навыками для меня остались сила и огнестрел. Перестрелки, кстати, вышли неплохими. Безусловно, не уровень какого-нибудь Дума, но из-за обилия пушек играется это вполне достойно. А в эпизодах, когда нужно играть за Джонни Сильверхэнда, так вообще... Там за Сильверхэнда можно играть? Не знал. ...человишь дикий фан от крутости происходящего. Кстати, изначально я думал, что Киану появится максимум в паре миссий, как некое небольшое камео. Но нет, его персона маячит наравне с главным героем вплоть до финальных титров. Также довольно полезным является... Я еще пока до него не дошел, поэтому даже не знаю, каким он будет там классным, не классным. ...навык техника. Помимо того, что можно обезвреживать врагов на расстоянии и отключать камеры слежения, также можно улучшать и даже создавать разные супер стволы. Зачем? По-моему, мы говорили то, что этих стволов настолько много, что создавать и покупать их вообще никакого смысла не имеет. Что однозначно повысит шанс выживаемости. Теперь немного о транспортных средствах. Их управляемость варьируется от... Херовый, да очень херовый. ...вообще никак, да хоть как-то. Не скажу, что это провал, если привыкнуть, ездить можно. Мне там вообще невозможно ездить. Я только сел там за руль и сразу врезался 10 раз подряд в одну и ту же стену. Иногда даже и прикольно. Например, все квесты, связанные с гонками, я прошел с первого раза. На самом деле видно, что... Просто, наверное, всем остальным так же тяжело ездить МПС, поэтому ты их всех и выиграл. Они настолько же тупые. CD Projekt Red очень старались снова сделать игру мечты. Но этот кусок пирога оказался им не по зубам. Прямо чувствуешь, как из игры вырезали львиную долю возможностей и задумок. Если сравнивать с первыми показами игры. Типа лазанья по стенам, метро и так далее. Это жалко. Из генойных имплантов есть только кулаки, клинки и прокаченные пятки, чтобы высоко прыгать. А, ну еще та самая ниточка из Джонни Мнемоника. Кстати, тоже с пиану Ривзом. Да, даже возможность копаться в последних воспоминаниях умершего. Видя, слыша, чувствуя все, что пережила жертва, для расследования преступлений раскрыто крайне скудно. Не, это прикольно вообще. За всю игру этой фичей пользуешься от силы раза четыре. По-хорошему, полякам нужно было еще годик-два, чтобы сделать все как надо. Мне даже страшно представить, какой игра была бы, если бы вышла еще в начале прошлого года. Это была бы вообще неиграбельная версия. Хотя и сейчас на консолях прошлого поколения играть было так прикольно, что PlayStation даже удалила игру из магазина. Но что по итогу? Игра получилась неиграбельным куском говна? Нет. Лично я получил от нее колоссальное удовольствие. Я смотрю на этот баг, это настолько, блин, ржачно, что даже мимо ушей пропустил пару слов. Даже баги меня часто смешили и поднимали настроение. Дерево с тобой все нормально? Ну, кроме критических, которые ломают дальнейшее прохождение. Но если отбросить технические недоработки, то игра-то все равно получилась хорошая. Она заставляет испытывать эмоции, она погружает в себя, она заставляет задуматься и по-настоящему переживать за героев. И если Ведьмак для меня однозначно 10 из 10, то Киберпанк пока что только 8. Только 8! 8! 8 из 10 на всякий случай, это практически идеальная игра. Я надеюсь, что с дальнейшими DLC и патчами игра станет именно той, которую мы все ждали. Тот самый Киберпанк, в который хочется возвращаться. Я тоже надеюсь. Ну, а на сегодня все. Не забудьте подписаться на канал. Офигенный ролик получился. Информативный. Хорошо, что Добряк практически ничего не соспойлерил, потому что я все-таки сам хочу Киберпанк пройти. Надеюсь, как-нибудь пройду. Подписывайтесь на мой канал с летсплеями. Возможно, и там буду проходить. Но не факт. Вообще не факт. А ролик получился классный. Лайк я уже поставил. Если вам понравилось, понравилось. Моя реакция. Ставьте под ней лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. А с вами, как всегда, был Reborn. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!